С началом учебного года самой актуальной темой становится перевозка школьников на общественном транспорте. Самый большой поток наблюдается в период с 7.30 до 8 утра, когда учащиеся в первую смену добираются до образовательных учреждений, а также в вечернее время к концу урока второй смены. Зачастую дети сталкиваются с такой проблемой, что водители маршрутного такси отказываются брать юных пассажиров. По словам заместителя директора по вопросам безопасности средней школы номер 4 Асадулы Исмаилова, не раз становился свидетелем картины, когда водители не останавливают детям. Уважаемые водители маршрута, у нас очень большая проблема. Не оставляйте детей, забирайте детей. Вас останавливают, они же машут руками, стоят перед вами, вы не забираете и уезжаете. Как продолжил собеседник, зачастую некоторые водители вблизи образовательного учреждения ведут себя крайне неаккуратно, что может повлечь за собой дорожно-транспортное происшествие с участием детей. По словам самих школьников, водители маршрутного такси не всегда приветствуют малолетних пассажиров без сопровождения взрослого. Стояли, останавливали, никто не останавливался, проезжали. Минут 10 нужно бывает стоять, не всегда останавливают, нужно у старших просить, чтобы остановили. Разъяснение по данному вопросу дал начальник отдела эксплуатации Хасавюртовского ПТП-2 Амар Алибеков, обозначил, что водителям маршрутного такси дана рекомендация по возможности не оставлять детей на дорогах. Также отметил, по каким основным объективным причинам водители не останавливают юным пассажирам. И картина ситуации такая на сегодняшний день, что водители детей возят на дороге. Единственные моменты могут быть, когда машина полна, перезагружена. Вот родители видят детей, что он стоит на дороге, а машина проехала. А на самом деле этот момент машина может быть полная, переполнена даже. Бывают такие моменты, они возят стоя детей. Не всегда будет так, как говорят родители, на самом деле детей тоже нужно воспитывать. И в школах, чтобы они там сиденья режут, там не уступают места. Мало того, что их возят бесплатно, там еще умудряются, которые идут вечером на тренировки, ребята, а им уже по 14-15 лет. Там прям толпой заходят, там шумят, там семечки грызут, там и так далее, сиденья режут. Также начальник отдела обозначил, что в данной ситуации прежде всего уделяется внимания вопросам безопасности несовершеннолетних. Чаще всего детям приходится ездить в общественном транспорте стоя, что по сути не допускается, так как в случае ДТП ребенок может пострадать. И это служит главной причиной отказа водителей останавливать детям ввиду отсутствия сидячих мест в автотранспорте в час пик. Бика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».